Вакцинация, вакцинация, левакцинация, сертификация, 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 вакцинация. Речь идет о бумажных или электронных документах, которые смогут получить люди, привитые от коронавируса. Например, Евросоюз рассматривает введение цифровых зеленых сертификатов, то есть по сути электронных паспортов вакцинации. Их наличие будет гарантировать обладателю возможность поездок по ЕС без коронавирусных ограничений. Похожая схема уже работает в Китае, Исландии и Израиле. Любой израильтянин, который прошел полностью вакцинацию, получает так называемый зеленый пропуск. С этим пропуском он может свободно ходить в кафе, рестораны, музеи, посещать концерты, спортивные мероприятия. Также он освобожден от карантина, в случае, если он имел контакт с зараженным ковидом. И если он возвращается с путешествия с другой стороны, он также не обязан проходить этот карантин. Если же у тебя нет зеленого пропуска, ты полностью не изолирован от общественной жизни. Ты можешь ходить в магазины, пользоваться общественным транспортом, ходить на свое рабочее место. И даже посещать кафе и рестораны, но при этом оставаться на открытом воздухе. Пока эти пропуска выданы на полгода, чтобы дальше мы не знаем, и они пока действуют только внутри страны. В России тоже разрабатывают сертификат вакцинации на английском и русском языках для поездок за рубеж. В теории, да, как минимум по Европе. Но пока большой вопрос, как быстро страны ЕС договорятся о принятии единой системы сертификатов и договорятся ли они в принципе. Последнее слово за высшим органом ЕС, Европейским Советом. Что касается остальных стран, то все будет зависеть от договоренностей между конкретными государствами. Например, Израиль и Греция ранее объявили о взаимном признании зеленых паспортов. Тут тоже не все так просто. Спутник в Европе изучают, но пока он не одобрен для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. А Еврокомиссия все-таки предлагает выдавать сертификаты только людям с одной из вакцин, которую агентство уже признало безопасным. Но в то же время страны ЕС могут сами принимать решения о вакцинах на национальном уровне. Например, Венгрия и Словакия уже закупили спутник, не дожидаясь его официальной сертификации от Европейского агентства. Государства также имеют право пускать или не пускать к себе людей, привитых вакцинами, пока не разрешенными европейским регулятором. Пока неизвестно, когда Европа откроет границы для туристов со всего мира, но теоретически зеленые сертификаты смогут получить жители стран, не входящих в ЕС. Для этого им придется предоставить всю необходимую информацию европейскому государству, в которое они направляются, а решение выдавать или не выдавать документ принимает эта же страна. Но есть и хорошая новость. Российским туристам можно Грузию и Турцию. Россияне также смогут с 1 апреля отдыхать на Кипре, а с 14 мая и в Греции. Государства, зависящие от туризма, активно лоббируют введение сертификатов. Но ряд стран, например Франция, смотрят на цифровые документы с подозрением, поскольку ввод такой системы вызывает массу этических вопросов. Например, на какой срок будут выдавать сертификаты вакцинации, если даже ученые пока не знают, как долго действует защита, или как будет гарантирована безопасность личных данных обладателей сертификатов. Но главный вопрос – возможные ограничения в правах людей, которые пока не получили прививку. Мы должны быть эксцентрически внимательными, потому что сейчас мы deal with a tremendously inequity ситуация в мире, где the likelihood of you being offered or getting a vaccine is very much to do with the country you live in. Активисты также говорят о возможной дискриминации тех, кто отказался от прививки, например, по религиозным причинам. Многие, да, жалуются о том, что они чувствуют уже какую-то дискриминацию в обществе. В основном антивакцинщики находятся в трех сообществах. Это ультра-автодоксальное сообщество, арабское, а также репатрианты из бывшего Советского Союза. Некоторые из них считают, что решение сейчас сделать вакцину слишком поспешное, а некоторые вообще никогда не собираются вакцинироваться. А что говорят власти? В начале Министерство здравоохранения говорило, что права никакие не нарушаются, так как все эти ограничения касаются только области досуга, развлечений и так далее. Тем не менее, сейчас мы видим, что все больше компаний требует у своих сотрудников предъявления либо справки о том, что у них нет ковида, который надо каждые три дня возобновлять, либо все же пройти вакцинацию. ЕС настаивает, что людей без сертификатов никто дискриминировать не будет. Но уже сейчас понятно, что наличие такого паспорта будет явно упрощать жизнь. Как бы там ни было, Еврокомиссия обещает не делать резких движений и систему сертификатов отменить сразу после победы над пандемией. Продолжение следует...